А ну-ка сюда, пожалуйста, ребята. Что такое? Надо нажимать на него. Извините, вот так, вот так. Где, справа. Я? А чекаете, поможете? Не я, а не. Перевернем? Фильтры, фильтры. А вы теперь меня установите, мать. Вы, яцек, не могли? Одного можно. Это мой телефон? Да, это мой телефон. Ребята, ну это просто космос. Дайте мне. Сказать вам огромное спасибо, ребят, за то, что вы голосовали, поддерживали моего Сережи. Мы выиграли вместе! Дорогие Василии! У меня уже... Слушайте, у меня просто уже не осталось голоса, потому что я... все проорала там и время. Шоу, кстати, Игорь. Помогал мне со всей музыкальной частью. Вова за Вадюк! Главный продюсер шоу голоса. Все мы счастливы, что победил Серега. Потому что он невероятно заслуживает этой победы. Вот, Сережа, уже все... Спасибо вам всем, я всех вас люблю, потому что, знаете, перемогла любовь и перемогла Надя, потому что у нас все классно. У меня просто столько думает, что я не могу связать это супер репчиня. И именно эту реакцию твою обожнюю каждый раз. Сережа, пожалуйста, работай всегда. Это невозможно просто. Ну правда, заслуженная победа Сереги. Сережа, ну мы выезжаем к тебе. Первого уже пообещали. А Ира, а ты не хочешь там ездить? До речи... А я, кстати, еду, уезжаю. А, первое. Смотри, Солана. Как дела? Как дела? Так, вот так вот вы, кстати, уже... Слушайте, нас уже, мне кажется, выгоняют. Тут сцены уже метут. С Серегой фоткаются. Я пошла даже фотографироваться. Ребята, всем огромное спасибо. Надя, пройми эфир, голос Украины. Как эмоции? Неимоверные эмоции. И я вважаю, что Сережа... С великим отрывом, так? Так. С величезным отрывом. Я счастлива, что Украина так не голосовала. Тому, что... Важливейшим, все ж таки, это... Там супередальна техника. Душа. Частота. И свит, який в нього был. Тому, он... Сережа, ты найкрасть. А, зрозуміло было, когда этот парень заплакал на слепых прослухованиях, что он будет в финале, потому что он очень щирый. И я знаю его шлях. И я считаю, что он... Как говорите, уже плачет. Ну и Надя, мы ждем ее в следующем сезоне. Как тренера-переможца, конечно, это очень важно. Надя, ты неимоверная. Я за любит тебя. Надя, надо сфоткаться. Подожди, надо сфоткаться. Надо сфоткаться. А ну-ка, сюда, пожалуйста, ребята, быстренько. Так, давайте, где мы с нами. Так, вот так. Не я, а вы. Не я, а вы. А вы теперь меня остановите, Матя. Вы этих не могли, а одного можно. Это для меня честь. Сказать вам огромное спасибо, ребят, за то, что вы голосовали и поддерживали моего Северона. Я на команду и я не знаю, что вы скрепли, до кого я пришел. Спасибо. Да. Ты понимаешь? Я вообще очень люблю. Дякую вам всем. Я всех вас люблю. Потому что, знаете, мы победила любовь и победила Надя. У нас все классно. У меня просто стихи думают, что я не могу сказать это попереченье. И именно эту реакцию, которую я обожнюю каждый раз. Я уже поплазму руку подставлю. Это невозможно. Ну правда, заслуживание победы Серёги. Серёж, ну мы выезжаем на поле. Первого уже обещали. Слово. А, Ира, а ты не хочешь? Что, Надя, в одному теперь, в горячее? А я, кстати, в еду. А, не знаю. И уже настолько по-иншому он працював на последних этапах. Просто, как я сказала, он взлетел. И мне кажется, что не всегда нужно идеальную каждую нотку заспевать. Это не важливая вещь. Особливо молиться. Коментарь наших глядачей. Підгирня Оксана пишет. Сергей, браво. 14.26 тверджу. Это никто не им такой. Дорофеева, ты крутая. Я. Острое поведомление. Я хочу вам начать за поддержку. Надя, вчера на прямом эфире ты сказала, что ты не встречала настолько чемного и выходного парня. Так. Что сказал тебе Дантес? Что у вас это предмет дискуссии? Я хотела бы сказать, что он дивился, так дивился, мовчав, мовчав. А уже на прямом эфире, когда я почувал Сергея. Он был, кстати, на прямом эфире? Да, конечно, конечно. Каждый прямом эфир был у нас в миллионе. И он мне сказал после прямого эфира, что ничего себе. А Сергей вырос. Он мне написал, а я до своего человека так прислуховаюсь. В музыкальном смысле. В любом смысле. И когда я уже почула это от Вови, как я начинал прощаться с Сережей, я зрозумела, что все правильно, все правильно. А щодо чемностей и вихованостей? Как ты это зрозумела? Как ты это зрозумела, что Сергей особенный в этом смысле? Потому что я, по-перше, увидела, как он общается со всей нашей командой. И мне не он, а они рассказали, что он душа, а именно он сделал так, чтобы они потоваршировали все вместе. Это он их объединял, и мне было так приятно. И мы им передаем привет. Так, это первое. По-другому, вы же знаете, в работе мы достаточно провели время вместе. И я слышу, что Сережа рассказывает, как он много рассказывает о своей семье, особенно о своей маме. Мы только вчера снова общались с ней. И по-третьему, я поруч с ним, мне кажется, что это было видно, и чувствовали себя реально девушкой. Потому что он такой, как настоящий человек, он там меня потребовал. У нас было много моментов, когда я нервовала, хвиливала, что до репертуара, мы хотели одну песню, нам не позволили. Он меня постоянно успокоил. Я уже там сейчас хвиливала. Надя, у нас очень внимательные смотрители. 03, Ксюша, 08 пишет, «Але в Попельнике, обязательно теперь Надя должен приехать». Это правда, я собираюсь. Ну, сдала же слово. Я собираюсь. Сергей, яка музыка тебе подвладна? Або в каком направлении? Яких виконавців тебе хотів рухатися? Ну, я орієнтувався теж на закордонних виконавцах. Мені подобається фінес, если не помиляюсь. Это Билли Аллеша Брат, Риан Скотт. И это, до речи, как виявилося, наша любимая песня, «Let's fall in love». Так, так, так. Мені подобається, я думаю, что максимально светлее, максимально добре, максимально просте. А ты сам пишешь музыку? Музику нет, но текст до песенка. Ну, я думаю, что Надя тут скажет, что это очень важный репертуар. Правда же? Где его брати? Ну, есть продюсеры, которые помогают в этом. Поэтому с этим все окей. Микола Иванів пишет. Иванів пишет. Доброго ранку. Вітаю Сергея Лазановского с Перемогою. Вітання села Болехівці, Львівської області. Другого батького района. Ну, Західна Україна вся. Надя, ну, що ти відчувала, коли ви була золото у незмінної тіни Кароль? Как после эфира? Була какая-то конверсация? Ну, вы, до речи, уже после эфира не увидели. Хотя у нас был банкет, мы там не встретились. Но я хочу сказать, что этот нерв, который присутствует в Олеся, я не знаю. У меня его не было, когда мы там перемогали, не перемогали. Для меня было важно, чтобы мы просто сделали все для себя. И когда была перемога, вы видели эти эмоции. Вы видели мои эмоции. Это неожиданный момент. Хотя в середине я тихенько так просила. Но ты не можешь не признать, что она очень серьезная соперница. Юля – надзвичайная вокалистка. Я подарила ей уже после всего квит и сказала, что она была надежной соперницей. Потому что, когда на слепых я натиснула кнопку и сказала, что она должна быть в суперфинале. Я была права. Опа. Так. Ну, много вопросов про квартиру, Сергей. А ты хочешь жить вообще в Киеве? Конечно, я буду рассматривать этот вариант через несколько лет. Я не буду жить в Киеве. Там такая любовь к своей семье. Мне кажется, что что-то серьезное. Я буду приезжать в гости. Я уже вчера сказал, что хай Надя и Дантес встановляют меня. Ха-ха-ха. Непогана пропозиция. Знаючи маєток Надя и мови. Мы вчера в финале говорили, Надя, когда нас збирала, у нас было все пять. Она говорит, слушайте, вы такие классные. Я уже сказала Дантесу. Да я их всех встановлю. Я думаю, ну пять не стягнуть, а одного можно попробовать. Оксана Надя и Ситка пишет. Вчера на прямом эфире Сергей був для меня главное открытие. Я считаю, что очень молодой парень. Но я вчера плакала, когда был выступ в воде. Молодець. Калуш тебя витает. Надя витание с Калуша так же. Вы крутые, невероятные. Пишем ось попельник. И не только. И всегда за тобой горою. Ну, конечно, спрашивают, когда уже будет концерт у Надя. Тут в твоем селе. Надя. Ну, это нужно сделать. Это будет вау, конечно. Жоден тренер еще не приездил с концертом на батьковину своего. Ну, я 1 травня собираюсь ехать с Вовой. Но я думаю, что мы немного будем отдыхать с Вовой Суприной. Потом без концертов. Так мама будет частувати гостей вдома. А уже с концертом десь. Нет. Просто это идея. Ось. Жоден тренер не приездил на батьковину. Да. У нас все началось. Я сама. Понимаешь? Я тебе сказала. Я приеду. И я так хотела это сделать. Ось в этот период. А уже с победой это еще приятно. Да. До зима. Надя, если будет приглашение стать тренером следующего сезона, как ты поставишься? Ой, это самый стрессовый проект, в котором я когда-то принимала участие. Я вам скажу отверто. И ты тут оставишь свою душу на каждом этапе, когда ты прощаешься. А как мне было тяжело с тобой прощаться. Я просто не хочу згадывать. Я просто не хочу навіть все згадывать. Но я сильно подумаю. Потому что, естественно, как Сережа, когда его повернули глядачи, дало таку наснагу. Так мне сейчас, знаете. Поэтому я серьезно. Хочу тяжело, но наснага есть. Потому что это развивает не только участников, но и тренеров, естественно. Ну, на тренажезе зараз все попельники, напевно. Потому что Снежана, Боднарух. Боже, мы чекаем в попельниках. А может это до Надьи, до речи, а не с попельниками. Так, витание с Кривого Рогу. Заява. 68.40 Світлана. Самые красивые глаза Надьи Дорофеевой. Слушайте, у Сергея тоже. А лишь подивите на очи Сергея. Чекайте, подивите на очи Сергея. Мы просто трошки подавлялись. Да, да, да. А можно трошки подробить? Конечно, можно. Сколько спали? Ты до дома доехала? Да, я доехала. Но я поспала 2 часа. Я не спала. Через нерви, через брак часу? Эмоции. Нет, это эмоции. Это даже не нерви, это все реально. Ну, это светлые эмоции. Я подтвердаю их сейчас с тате, тип days с Надей and шерцами, а что в каналах может быть в жизни. Да, так мы которые приехали и вотadaş не поехали домой Но мыzufли ко минутам. Мы это встретились с ребятами. Навережда, запорядки. Ну вы ж не блужевали ничем? Конечно блужевали. блужевали. Такой день, ну как нельзя было никаких праздновать вообще? Мы все праздновали всей командой голоса. Знаете, очень много вопросов для тебя. Хотела бы ты дуэт с Сергеем? Есть такие думки у тебя? Я уже сказала на прямом эфире, что сейчас мы с девчатами из моей команды ехали и обговорили дещо. Хочется сформировать эту думку и уже потом рассказать вам все. А, чтобы ты на что-то пообещал? Так, потому что хочется все... Знаете, чтобы не стало все, как все думают, что я не поеду в купельник, а я возьму и поеду. Поэтому ждите. Как тебе работалось с Олегом Видником, как с тренером? Слушайте, я хочу просто подякувати Олегу за то, что он реально постоянно меня поддерживает. Когда мы даже боролись, мы с Сергеем боролись вместе с Олегом, до речи. И он всегда любил за меня, он передавал моей маме привет. Она, до речи, приехала к нашему ИОЛЕГу, он заходил в домерки. И он ее объявил, и мама счастлива, я счастлива. Класс. Прекрасно. Ну отже, ты сейчас домой? Ну так, буду ждать на свой потяг. Будем остежить за твоим историс? Как тебя встретили? У них будет чудовий дуэт, прогнозуют наши глядачи. А твои наши улюбленные запитания, творческие планы, что ты, отчаяешь от голоса, или уже в работе что-то интересное? Ой, спасибо за это вопрос, потому что нужно анонсировать дещо важное для меня, что 5 червя у меня начинается большой тур в Украине, и первый концерт будет в Киеве, КВЦ Парковый, и я там буду показывать, спевать все письма, которые еще никто не слышал, там будет вся программа, великая программа, и супер шоу, поэтому... Если хотите это слышать, купите квитки, уже. Ты не хочешь еще попробовать... Промоутером просто... Каким того, что эта человек крута, талантливая, классно спевает, как он говорит? А тембр голос? Это не может. Такие важные вещи он сказал в каждом этапе, когда ему даже не давали слово, он брал это слово. И это редко, кто умеет делать, это очень правильная вещь. Это тоже ты мне подсказала, всегда умеет продать свое. Ну что ж, мы вас отпускаем, кому-то надо виспаться, кому-то ждать подягу, с победой у вас, с справедливым золотом. И, ну, знаете, есть такие победы, которые вызывают немного... И, думаю, это бездоганная победа. Мы вас приветствуем, наши глядачи присоединиться до нас. Ну и до новых... Сергей, мы всегда рады приветствовать тебя в снеданке, а Надю традиционно так само.